Доброе утро! Доброе утро! Сегодня 17 мая, пятница. И уже по традиции к нам приходит Михаил Юрьевич Карпухин, заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства Уральского государственно-аграмного университета. Доброе утро, Михаил Юрьевич. О чем сегодня будем говорить? Ну, сегодня поговорим вообще вот сложившейся такой ситуации. Да, вот сейчас холода была, жарища, вот 4-3 дня она постояла, сейчас опять на спад пошло. Что делать? Многие ведь рассаду уже высадили. И в теплицу, и просто так, в почву. Ну да, видите, вопрос в том, что... Есть же особенности какие-то. Да, конечно. Вода вечно, все портит. Но не то, что портит. Но нужно сказать, что, конечно, температура достаточно низкая, особенно для теплолюбивых культур. Вот взять, допустим, тот же томат, тот же перец или баклажан, у которых биологически минимум плюс 15 градусов. Вот так. А вы говорите, плюс 1, плюс 2, там плюс 7. Да, грубо говоря, это, конечно, температура достаточно низкая. И самое главное сегодня вот такая особенность, что нужно защитить эти растения, потому что такая стрессовая ситуация вызывает появление различных заболеваний. И вот от заболеваний нужно, конечно, сегодня запастись такими препаратами, как триходермин, как фитоспорин, как бактерин и так далее, и так далее. Вот эти вот препараты разных производителей, в принципе, они одинакового действия, действуют на основе антагонизма, то есть полезные грибы вытесняют вредные. Да, и вот как раз нужно, конечно, ими сейчас воспользоваться обязательно, потому что вот я посмотрел... Эти препараты, их что, в почву нужно добавлять или опрыскивать? Значит, опрыскивать и растения, и почву. А вот что касается почвы, вот мы же все знаем с вами, что у нас в теплице, вот особенно кто уже высадил, мы все, ну да, вносим органику, да, то есть перегной там и так далее, и так далее. Вот сейчас, конечно, нужно вот этими микробиологическими препаратами, типа вот Байкал, там тоже фитоспорин и так далее, можно пролить почву для чего? Начинают очень активно работать микробы, микроорганизмы, да, и это подогревает все равно воздух, выделяется больше углекислого газа для растений, снижается стресс. Ну и самое главное сегодня, конечно, вот кто еще не высаживал, допустим, да, то лучше, конечно, немножко обождать. Почему? Потому что вот это плюс один, плюс два градуса, это все равно губительно для растений. Почему? Потому что даже при плюс пятнадцати у этих теплолюбивых культур останавливается рост. А все, что ниже, плюс пятнадцати, это уже действует угнетающе. Вот. И чтобы, так скажем, снизить вот этот стресс, пока вот если растения у вас находятся, допустим, там в доме или где-то, пусть пока вот до следующей недели, конечно, можно еще потерпеть. Но если уже высажены, то обязательно пролить вот этими препаратами, это первое. Второе, обязательно запастись укрывными материалами, нетканными, допустим, лутросила, грилл, там любых производителей. Плюс обязательно пленка, то есть внутри нужно сейчас установить дуги, да, особенно вот кто высадил, да, и на эти дуги сначала пленку и сверху, допустим, вот этот укрымной материал. Вот. Что касается, вот, допустим, капустных растений, которые тоже вот многие наши садоводы высевают рассаду непосредственно или в парнике, или в теплице, тоже достаточно холодно. А вот та жара, у многих просто выгорела эта вся рассада. Поэтому некоторые пересевают и так далее, но нужно обязательно воспользоваться укрытными материалами, чтобы все-таки повысить. Хотя капустная культура не холодостойкая, да, им такого биологического минимума не нужно, как, допустим, у теплолюбивых. Но во всяком случае нужно все равно это все укрывать для того, чтобы снизить. Потому что температура вообще разная. Где-то понижение рельефа, допустим, болотистые, да, вот где почвы и так далее, там температура может быть еще ниже. Поэтому нужно, конечно, свои растения постараться спасти. Вот, Михаил Юрьевич, я смотрю прогноз на неделю, до четверга, до четверга ночные температуры максимум плюс 5. Что делать? Не высаживаем пока, если кто не высадил? Вот кто не высадил, нет, придется потерпеть. Почему? Потому что действительно температура низкая. Но если же есть, допустим, биотопливо, например, навоз, да, или, допустим, солома, да, вот то, что перепревая создает температуру. Да, то ничего страшного в этом нет. То есть закрывать полностью, чтобы было все закрыто, никаких щелей, чтобы не было в теплице. Некоторые, кстати, садоводы, которые уже такие бывалые, у них стоят или электрообогреватель, или электропушка там и так далее. Я знаю. И они, да, они спокойненько справляются с этим делом. Но вот у кого этого нет, то, конечно, еще, если, допустим, не высадили, можно немножечко подождать. Ну все, спасибо. Спасибо большое, Михаил Юрьевич Карпухин, наш агроэсперт, был в гостях. Следующую пятницу ждем, вот, не с урожаем, конечно, но с хорошими вестями. Спасибо, Михаил Юрьевич.